Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 21 сентября, Православная Церковь совершает праздник Рождества Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Пресвятая Дева Мария родилась в то время, когда люди дошли до таких пределов нравственного упадка, при которых их восстание казалось уже невозможным. Лучшие умы той эпохи сознавали и часто открыто говорили, что Бог должен сойти в мир, чтобы исправить веру и не допустить погибели рода человеческого. Сын Божий восхотел для спасения людей принять человеческое естество и Пречистую Деву Марию, единственную достойную, вместить в себя и воплотить источник чистоты и святости. Он избирает себе Матерью. Рождество Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодева Марии празднуется Церковью как День Всемирной Радости. В этот светлый день на рубеже Ветхого и Нового Завета родилась Преблагословенная Дева Мария, предуставленная от века божественным промыслом послужить тайне воплощения Бога Слова, явиться Матерью Спасителя Мира, Господа нашего Иисуса Христа. Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом галилейском городе Назарете. Родителями ее были праведный Иаким из рода пророка и царя Давида и Анна из рода первосвященника Аарона. Супруги были бездетны, так как святая Анна была неплодна. Достигнув преклонных лет, Иаким и Анна не теряли надежды на милость Божию, твердо веря, что Богу все возможно, и он может разрешить неплодство Анны даже в ее старости, как некогда разрешил неплодство Сары супруги патриарха Авраама. Святые Аким и Анна дали обет посвятить Богу для служения в храме дитя, которое им пошлет Господь. Бесчадие считалось в еврейском народе наказанием Божиим за грехи. Поэтому святые и праведные Иаким и Анна терпели несправедливые поношения от своих соотечественников. В один из праздников старец Иаким принес в Иерусалимский храм свою жертву в дар Богу, но первосвященник не принял ее, назвав Иакима недостойным, веду его бесчадие. Святой Иаким в глубоком горе ушел в пустыню, и там со слезами молился Господу о даровании дитяти. Святая Анна, узнав, что произошло в Иерусалимском храме, горько плакала, однако не роптала на Господа, а молилась, призывая на свою семью милосердие Божие. Господь исполнил их прошение, когда святые супруги достигли преклонного возраста и приготовили себя добродетельной жизнью к высокому званию, быть родителями Пресвятой Девы Марии, будущей Матери Господа Иисуса Христа. Архангел Гавриил принес Иакиму и Анне радостную весть. Молитвы их услышаны Богом, и у них родится преблагословенная дочь Мария, через которую будет даровано спасение всему миру. Пресвятая Дева Мария своей чистотой и добродетелью превзошла не только всех людей, но и ангелов, явилась живым храмом Божиим, и как воспевает Церковь в праздничных песнопениях небесной дверью, вводящей Христа во Вселенную во спасение душ наших. Рождество Божией Матери ознаменовало наступление времени, когда начали исполняться великие и утешительные обетования Божие о спасении рода человеческого от рабства дьявола. Это событие приплизило на земле благодатное Царство Божие, Царство истины, благочестия, добродетели и бессмертной жизни. Матерь, перворожденного всея тварьи, является и всем нам по благодати матерью и милосердной заступницей, к которой мы постоянно прибегаем с сыновним дерзновением. Дорогие братья и сестры, сегодня также чтится память святых. Преподобных Иоанна и Георгия Исповедников Совершается празднование иконе Софии при мудрости Божией Киевской. Чтимы иконы Рождества Пресвятой Богородицы, Сямская, Глинская, Лукьяновская, Исааковская. Прославляются иконы Божией Матери, Холмское, Курское Коренное Знамение, Почаевское, Леснинское и Домницкое. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с Днем Тезаимеництва и с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Благожелаю вам от Господа и Его Пречистой Матери, Мира Душевного, Здравия Телесного и Всесильной Помощи во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Правых и святых надежда, облачившись в плоть одежды, в мир приходит непременно, благодатно, сокровенно, отворив врата неплодства, расточив народа злобства, Пресвятая Госпожа, Богу с юных лет служа, приимей благих моленье, равноангельное пение и поклон от Девсердечной, от Творца, венец привечный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова